Всем привет, ребята! Вот такой ЗИЛ сегодня обнаружил в продаже. Очень известный ЗИЛ, надо сказать. ЗИЛ 442-160. За него просят 450 рублей. Я его помню. Это известный ЗИЛ из Тольятти. Просили за него 500 тысяч рублей. С ним стало то, что он превратился в Голубого. Продает его некий Расул из Таврополя, Буденновск, город. Год выпуска 2000-й. Пробег 500 тысяч км. Цвет голубой. Двигатель 14.8, 330 л.с. Это ЯМЗ-238. Коробка передач механическая. Тип кабины двухместная с двумя спальними местами. Подвеска кабины механическая. Колесная формула 6х4. Высота сидельного устройства 128. Руль левый. Состояние не требует ремонта. Владельцы три или более. ПТС дубликат, конечно же. Таможня растаможен. Обмен рассмотрит варианты. Дело в том, что такую машину, наверное, нельзя продать. Потому что она вообще сейчас с нынешними, с нашими законами и с нынешней нашей реальностью, наверное, никому не нужна. На ней можно только на трак-шоу ездить. Тем более, если на ней не вписаны вот эти все изменения, которые с ней произошли. Капот, как видим, удлиненный. Спальный отсек самодельный приделан. Обвесы. То, наверное, на ней ездить полицаи не дадут нам никому. Поэтому его можно на прицепе возить на трак-шоу и показывать. И, наверное, на этом как-то зарабатывать. Или он где-то может по территории какого-то большого завода возить какой-то груз. Быть такой маневровой машиной. Либо сгнить под забором, что он сейчас и делает. Гниет под забором. Потому что Расул, наверное, на нем не ездит. Его не заводят. Он уже врастает в землю. Весь грязный. То есть колеса видно, что грязные. Колеса не ездят. Комментарий продавца. Продаю Зил 6309. Сидельный тягач 2000 год. Двигатель МЗ-238. 330 лошадиных сил. Умопомрачительных лошадиных сил. Перебран полностью в отличном состоянии КПП-ЕМЗ. Резина 40% ведущей ось. 70% рулевой ось. Это, наверное, износ. Кабина отремонтирована на покраске. Или обмен предложите. Готов к эксплуатации. Торг возможен при осмотре. Возможно продажа в кредит. Обмен на европеец. Или на легковое авто. На какое легковое авто можно вот это поменять? Кто сможет сейчас заниматься вписанием, музыканиванием вот этого всего самодельного творчества? Оно прекрасное было в свое время. Оно и сейчас, наверное, неплохо сохранилось под голубой краской. Кто будет этим заниматься? Наверное, смельчаков желающих нет. Что можно? Ему, наверное, Деу Ланос ему можно за это отдать. Деу Нексию ему отдать можно. Они, наверное, столько же стоят. В отличном состоянии. Деу Нексии. Пишите, что думаете. Если что-то думаете. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok